Российская авиация продолжает обстреливать территорию РФ. В частности, на протяжении суток сбросила 24 КАБа на Курскую область. Не утихают бои по всей линии фронта. На Лиманском направлении российские оккупанты атакуют в районах населённых пунктов Твердохлебово, Дружелюбовка, Новосадовое, Грековка, Невское, Торское. Под шквальным огнём противника всё ещё остаётся Покровское направление. Захватчики продолжают атаковать наших защитников в районах Воздвиженки, Калинового, Новогродовки, Михайловки и Зелёного поля. Но больше всего атак на Кураховском направлении. Российские оккупанты пытаются продвинуться в районах Украинска, Константиновки и Георгиевки. Враг тут пытается использовать, кстати, тяжёлую технику, наиболее активно. Тут наши десантники противостоят врагу и эту технику Ружгут уничтожают. Ну, можно назвать только несколько примеров. Это там была атака с 17 единиц техники, было совершено 13 из них, остальные отступили. Потом 12, тоже более половины тяжёлой техники осталось на поле боя. Вместе с экипажами навсегда и с десантом в том числе и остальные отступили. Ну и, собственно, Купинское направление. Враг тоже пытается активно проводить боевые действия. Северское направление, Лиманское. То есть география этих ударов, она не меняется. В отличие от юга, если по работе на погуляй полю, по Ореховскому направлению сегодня есть определённая пауза. Тем временем конструкторы украинской бронетехники представили новый бронеавтомобиль Варта-2. Боевая бронированная колёсная машина весит 14 тонн и может развивать скорость до 110 км в час. Автомобиль может перевозить 10 членов экипажа. Бронемашина оснащена боевым модулем СИЧ с 30-мм автоматической пушкой. Класс баллистической защиты бронеавтомобиля полностью соответствует натовскому. Также Варта-2 имеет противоминную защиту. Как именно украинские десантники отбивают нападение противника, показала 79-я отдельная десантно-штурмовая таврийская бригада. Аэроразведчики обнаружили колонну на подступах к украинским позициям. Российских военных встретили украинские артиллеристы и операторы ударных дронов. После нескольких прицельных ударов российские оккупанты начали разворачивать технику и бежать с поля боя. Национальная гвардия Украины тоже демонстрирует работу по ликвидации техники противника. Российский БТР торопился на штурм, но не смог выполнить боевое задание. На прошлой неделе нацгвардейцы уничтожили на Покровском направлении почти 20 единиц техники противника. Ресурсы исчерпываются и максимально россияне пытаются сконцентрировать свои усилия на очень узком участке фронта, потому что растянуть, как это было раньше по всему фронту, удары такой интенсивности уже не похоже, что это получается. 1360 российских солдат ликвидировали силы обороны Украины за минувшие сутки. Всего же с начала полномасштабного вторжения потери российской армии превысили 618 тысяч. Об этом сообщает генеральный штаб ВСУ. Также украинские военные уничтожили за сутки 10 танков противника, 35 боевых бронемашин, 18 артиллерийских систем и одну РСЗО. Кроме этого, силы обороны Украины сбили 36 беспилотников, 21 крылатую ракету, а также поразили 56 единиц автомобильной и спецтехники российских захватчиков. Продолжение следует...